МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале час новостей в студии. Анна Черных и коротко о главных темах выпуска. От узников концлагерей до счастливых лиц героев, вернувшихся с войны, расскажем, чем Амичаев впечатлил поезд победы. Две недели до стартов в Токио шестеро мячей поборются за медали Паралимпиады. Сейчас у нас происходит такой момент, самый высокий, самый интенсивный нагрузки. Как спортсмены готовятся к соревнованиям? Вместо того, чтобы портить воздух, будет мести улицы. Владельца асфальтового завода, виновного в выбросах, приговорили к обязательным работам. Расслабились в омских санаториях и на базах отдыха выявили ряд нарушений антиковидных мер. Роспотребнадзор предупреждает о штрафах. И отпуск за станком. Отрабатываем пальцевую технику, но что-то все равно на пуантах. Актриса музыкального театра Нина Малеренко открыла летнюю школу для юных балерин. Единственную в мире передвижную экспозицию оценили уже свыше тысячи амичей. Поезд Победы продолжает принимать посетителей. Находится эшелон, напомню, на первом пути железнодорожного вокзала. Инсталляции впечатлили и Александра Буркова. Губернатор осмотрел все вагоны. Каждый из них посвящен важным этапам Великой Отечественной войны. Это и первые дни обороны Брестской крепости, тяжелые мучения узников концлагерей, борьба за жизнь солдат в санитарном блоке, кадры реальных боев и, конечно же, самый долгожданный день, 9 мая, Победа советских героев. Я считаю, что это уникальная выставка, которую должен посетить каждый амич. Потому что на этой выставке, благодаря современным технологиям и благодаря подлинным предметам воссоздана атмосфера военного времени. И, как вы правильно говорите, что это фактически живые люди. Вот лица прямо, да, выражения лиц, те предметы, да, даже где-то определенный запах в одном из вагонов, если это концлагерь, да, показан, допустим, или там штабной вагон. И важно то, что, выходя из «Поезда Победы», ты понимаешь, что не должно быть повторения новой войны. Вот это главное. Почти каждого посетителя поражает реалистичность выставки. Ее создатели не только использовали настоящее оружие и предметы быта, но и дополнили экспозиции характерными звуками и запахами. К примеру, в банном вагоне пахнет вениками, а в окопах – сырой землей. Добавлю, что в нашем городе эшелон будет находиться вплоть до среды. Посещение экспозиции бесплатное. Билеты омичи разобрали буквально за пару часов после старта регистрации. Однако шанс попасть на выставку все же есть. На официальном сайте поездпобеды.рф можно отследить возврат заявок. И к другим темам. Сразу шестеро мячей поборются за медали Паралимпиады. Спортсмены попали в команду Олимпийского комитета России. Это пловцы Елизавета Сидоренко и Вероника Мичейнова. Легкоатлет Александр Роботницкий, стрелок Ольга Березовская и фехтовальщики Александр Кузюков и Юлия Майя. Последние сейчас находятся на сборах в Москве. Тренировки у спортсменов продлятся в течение недели. А уже 19 августа они отправятся в столицу Японии. Сейчас у нас происходит такой момент самой высокой, самой интенсивной нагрузки. Тренируемся, набираемся сил. Потихоньку скоро начнем нагрузку снижать. Выводим себя на пик формы. Хочется отметить, что все наши ребята, в принципе, сейчас находятся в очень хорошем настроении. Все воодушевлены. Все очень сильно ждут этих соревнований. Все понимают всю ответственность, которая на нас возложена. Все хотят достойно выступить, представить свои родные города, свое отечество, свою родину. И привести только самые высокие награды. Сопровождать спортсменов в Токио будут тренеры и врачи. Торжественное открытие 16-летних паралимпийских игр состоится 24 августа. Соревнования продлятся до 5 сентября. Работы по рекультивации свалки в Тарском районе практически завершены. Об этом сообщил губернатор Александр Бурков на заседании экспертного совета по вопросам экологии. Ликвидация скоплений и твердых бытовых отходов на севере области ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна». В него включены также 4 свалки в Омске и объекты в Василькуле и Тюкалинске. К уборке мусора, как отметил глава региона, приступили еще в прошлом году за счет средств местного бюджета. Сейчас в работе 6 объектов. Это 140 тысяч кубометров мусора. Кроме того, по поручению президента и при поддержке федеральных органов планируется ускорить получение разрешительной документации по свалке в Советском округе. Решаются вопросы по другим площадкам. По свалке в Центральном округе города Омска у нас есть все документы для подачи заявки в федеральный центр на получение средств для рекультивации. И у нас остаются две крупные свалки – Кировская и Ленинская, где сегодня начать эту работу по рекультивации мешает обременение этих земельных участков. Там есть пользователи. Мы сегодня, точнее, городская администрация находится в споре с пользователем этих земельных участков. Между тем, владельцы асфальтового завода в «Горячем ключе» приговорили к обязательным работам. В общей сложности это две сотни часов. Суд по делу Айка Петросяна завершился накануне. Напомню, остановить производство предприниматель должен был еще в 2019-м. Однако, несмотря на это, в мае прошлого года он возобновил выпуск асфальтобетонной смеси. На выбросы неоднократно жаловались омичи. Содержание вредных веществ в воздухе превысило норму в несколько десятков раз. Также стало известно, что завод в поселке появился незаконно. Владелец самовольно занял земельный участок. Сейчас установку опечатали приставы. Омская область получит 325 миллионов рублей для выплат на детей. Соответствующее решение приняло Федеральное собрание. Рассчитывать на финансовую поддержку могут малообеспеченные родители детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом размер выплаты будет зависеть от дохода на каждого члена семьи. Он не должен превышать прожиточный минимум. В нашем регионе это 10 982 рубля. Учтут и имущество семьи, наличие в собственности квартир, дач, гаражей, домов, автомобилей и нежилых помещений. Подать заявление необходимо до 31 декабря через портал госуслуг и многофункциональные центры. Будут проверять еженедельно и в случае выявления нарушений штрафовать об итогах рейда по омским санаториям и базам отдыха. Сегодня рассказали на брифинге. Проверку учреждений провели Министерство региональной безопасности, полиция и Роспотребнадзор. И как выяснилось, далеко не везде соблюдаются распоряжения оперштаба. Напомню, заселять отдыхающих разрешено только при наличии сертификата о полной вакцинации, либо по результатам ПЦР-теста. И как оказалось, только в одном санатории полностью выполняют все антиковидные меры. А для удобства отдыхающих предусмотрена возможность сделать экспресс-анализ. Еще раз обращаюсь к руководству санаториев и других баз отдыха. Данные проверки будут продолжены. В случае выявления нарушений будет рассматриваться вопрос о возбуждении дела об диссертенном правонарушении. Наказание на юридических риск предусмотрено в виде штрафа до 300 тысяч рублей. Также за прошедшую неделю на территории региона проверено свыше 700 автобусов и троллейбусов. Штрафовали 141 омича. Почти во всех случаях без средств защиты были именно пассажиры. В министерстве напоминают, заплатить придется от 1 до 30 тысяч рублей. Всего же в области с начала введения ограничений на граждан составлено больше 14,5 тысяч протоколов. На общую сумму свыше 21 миллиона рублей. И почти на 17 миллионов оштрафованы юридические лица. Первый шаг к большой сцене. Прима-балерина Омского музыкального театра Нина Малеренко запустила свой интенсивный курс. Группа юных балерин занимается в одной из танцевальных студий города. Работать она будет только в августе. Девушка признается, из-за большой занятости в театре вести занятия круглый год она не может. Зато отпуск – это прекрасная возможность передать юным талантам свой опыт и раскрыть себя с новой стороны, как преподавателя. На занятии в балетном классе побывала Наталья Бельская. Программа урока – золотая классика академической школы русского балета. Сначала разминка в партере, затем комплекс упражнений у станка и выход на середину зала. Здесь уже без опоры, соблюдая равновесие, маленькие балерины выполняют самые сложные элементы – прыжки. И прыгают, и очень хорошо прыгают, слава богу, да. Но еще есть, я уже сказала, девочки из училищ, и мы с ними в конце урока, как бы, часть девочек прыгает, а с другими мы отрабатываем пальцевую технику. Ну, что-то все равно на пуантах нужно подготовить свои пальчики, стопы к силовым нагрузкам. Под руководством опытного мастера маленькие балерины тянутся к высокому искусству. С девяти лет будущих звезд танца начинают принимать в Новосибирское хореографическое училище. Здесь готовят кадры для всех театров России. Но юные артистки успевают сыграть первые роли еще до поступления. Я была орликином, мышкой и куклой. Ужин-спектакль. Это в щелкунчике. Ну, пока что мы больше нигде не участвовали, потому что у меня ребенок еще маленький. Когда она подрастет, я думаю, нам будут другие роли давать. Уже посерьезнее. Сразу после начальной школы в Новосибирск уехала и Нина Малеренко. Вспоминает, сначала скучала по родителям, но потом все мысли занял балет. Утром школьная программа, после обеда хореографическая. А по вечерам педагоги водили воспитанниц в театры. Оперный, драматический, так шлифовался талант. В этом сезоне Нина Малеренко в балете «Лебединое озеро» исполняет свою детскую мечту. Это, конечно, мечта, мне кажется, у любой балерины, что должна быть такая жирная галочка, что я работаю адетту, аделию. И это действительно так. И это стоит вообще всего труда. Потому что такое адреналин и такое состояние души у тебя, когда ты это исполнил. 25 сентября в музыкальном театре премьера «Лебединого озера» откроет сезон. Так что занятия, признается прима-балерина, на пользу и ей самой. Помогают держать форму. Теперь она мечтает, чтобы в Омске появилось свое хореографическое училище. Талантливых детей, которые хотят посвятить себя балету, в регионе немало. Так что, считает артистка, в будущем они могут украсить сцену родного театра. Наталья Бельская, Андрей Кузьмин, 12 канал. Наводят порядок на берегах Енисея. Мич Самат Муканов вошел в число эко-волонтеров, которые в эти дни ведут масштабную уборку на Таймыре. Задача добровольцев – очистить прибрежную зону от металлолома и горюче-смазочных материалов, которые скопились там за годы освоения Арктики. Как проводить такие работы, рассказали сотрудники МЧС. Для студентов организовали мастер-класс. Ведут ребята и подсчет брошенных автомобилей. Их заносят в специальную базу данных, которую после передадут в соответствующие ведомства для дальнейшей утилизации техники. Есть ребята, которые уже имеют богатый опыт на территориях, где происходило ЧАЭС. И также ребята, которые первый раз участвуют в удобных проектах. Занимаемся очисткой побережья реки Енисей и ручья Пшеничный от захламления. То есть это металлоконструкция, различный мусор в рамках проекта «Чистая Арктика». Свободное время у нас, как правило, после 8 вечера. То есть до этого времени мы находимся на локации, где занимаемся уборкой. Добавлю, что всего на Таймыре сейчас работают 32 студента из 13 регионов России. Масштабная уборка продлится до 15 августа. За это время ребята наведут порядок в прибрежных зонах ручья Пшеничный, это приток Енисея. А также озеро Долгое и реки Щучья. Все работы организованы в рамках масштабного проекта «Чистая Арктика». Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Мед свежего урожая с лучших пасек страны в Омске. Новые виды полезного продукта в наш город привезли пчеловоды со всей России. На традиционной ярмарке меда мечам предлагают как лечебные сорта, так и десертные с добавлением свежих фруктов и ягод. Для всех покупателей действует акция при покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Подробности далее. Лучшие пчеловоды страны привезли в наш город десятки видов вкусного и полезного лакомства. Здесь каждый сможет найти продукт для себя. Помимо уже полюбившихся мечам традиционных сортов, липовые цветочные разнотравья, покупателям предлагают и мед с добавлением натуральных фруктов и ягод. Кроме того, на ярмарке множество видов целебного меда с добавлением пчелопродуктов. На ярмарке представлен большой состинент меда свежего, который выкачали уже сейчас. То есть это майский мед и, конечно же, пчелопродукция. Из новинок хотелось бы рассказать о восковой моле. Это самый лучший мед против бронхолегочных заболеваний, особенно сейчас, в такие непростые времена. Это лучше всего поддерживает организм, иммунитет. Помимо большого выбора и выгодных цен, покупатели ждет и приятный сюрприз. Все дни работы ярмарки действует акция. При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Попробовать и выбрать полезное лакомство свежего урожая, а мечи могут сразу на двух площадках. Выставка продажа меда проводится с 9 по 16 августа. В торговом доме «Корона», остановка ДК имени Баранова и УДК имени Молунцева. Спонсор прогноза погоды ИП «Ефременко» Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов». Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Итак, завтра, 11 августа, в Омске облачно дождь. Ночью плюс 15-16, днем 16-17 градусов выше нуля. В районах также осадки. Ночью до плюс 15, в дневные часы 15-16 выше нуля. Ветер северный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ярмарка меда в Омске. С 9 по 13 августа. Мед свежего урожая с имбирем, с пиргой и восковой молью, бортевой. Ждем вас в торговом центре «Корона», остановка ДК имени Баранова и в ДК имени Молунцева. Акция. При покупке 1 килограмма меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. На этом я с вами прощаюсь. Следующий выпуск новостей смотрите в 17 часов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...